Почему шииты проклинают халифов? Неужели есть такие прямые доказательства? То есть, получается, близкие люди пророка, салаллаху алейкум алейкум, были плохими людьми. А он, видимо, в людях не разбирался, астахфираллах. Это вот такой вопрос. Начнем с того, что в шиизме запрещено. Наши имамы и наши ученые запрещают нам проклинать, оскорблять этих людей, халифов. Оскорбляют Абу-Бакра, Умара, Умары, Усманы и так далее. То есть, этих людей, Аишу, Тальху, Зубейра. Вот этих людей, которые являются авторитетами для суннитов, важными и авторитетными людьми, нам запрещено их проклинать. Да, мы разбираем историю, мы анализируем историю, мы анализируем то, что они сделали. Они сделали очень много плохого. Возможно, это имеется в виду в данном вопросе, когда говорится о том, что мы их проклинаем. Может, имеется в виду именно это, то есть, исторический анализ их личности, их действий, их политики, их поведение и так далее. Если имеется в виду люди, которые проклинают, то это люди, которые не следуют шиизму. Это люди, которые не следуют шиизму. Те люди, которые проклинают от этих людей, говорят, допустим, да будет проклят такой-то, такой-то или такой-то, такой-то, то эти люди, они не следуют шиистскому учению. Шиистское учение запрещает их проклинать. Начнём с этого. А если вы говорите о том, почему мы... То есть, если поставить вопрос другим образом. Говорить, что почему же они были плохие? Как они могли быть плохими, если они были близкими людьми, его связанность с посланником Аллаха, салаллаллаху алейхи ва салам? Если они были плохими, то это означает, что посланник Аллаха, салаллаллаху алейхи ва салам, просто-напросто не разбирался в людях. И окружил себя разными людьми. Этот вопрос, если таким образом его поставить, он совершенно некорректный. Почему? Потому что его сведлость посланник Аллаха, Салаллаху Алейхея, никакими людьми себя не окружал. Это ложь. Это вы выдумали, это ваши ученые выдумали или ваши лидеры выдумали. Да, были приближенные его сведлость посланник Аллаха, Салаллаху Алейхея, например, Алибин Абдалиб Алейхея, Салалху Алейхея, с которым он заключил братский союз. Ни с кем из этих людей посланник Аллаху, салаллалу, Алейхили Салам братского союза не заключал. Да, вы можете подобный вопрос задать по поводу Аллибн Абитальбы, Алейхили Салат他說сам, если мы будем его святлость критиковать, не дай Бог. Но с этими людьми у него никаких подобных отношений не было. Они были его последователями. Мухаммад, саллаллаху, Алейхили Салам, был пророком и посланником Аллаха, и наместником Аллаха, который пришел с религии, с совершенной религией. Его миссией было призывать людей к себе и к своему учению. Он призывал людей. Он не выбирал людей. Что это за заблуждение? Что это за мышление такое, что он как будто выбирал, сортировал? Призывает, говорит, приходите в единобожию, к исламу. Кто-то приходит, говорит, нет, ты плохой, уйди. Не было такого. Это неверное мышление, это неверная позиция, в корне неверная позиция. И об этом свидетельствует множество священных текстов. Например, обратите внимание, в священном Коране рассказана история его светлости Мусы, пророка Мусы. Когда его светлость, Мус, ушел, покинул свой народ и отправился на встречу со своим Господом, чтобы получить откровение, вот что Всевышний сказал ему. Что мы испытали, мы подвергли твой народ после того, как ты ушел, покинул их. Покинул ненадолго, да? То есть не ушел навсегда, как его светлость посланник Аллаха, когда покинул этот мир. А ушел на время. Всевышний говорит, мы испытали твой народ, и Самири вывел их из пути. Вывел твой народ из пути. То есть те люди, которыми окружил себя. Мусы, алейсалам, они стали поклоняться Тельцу, который создал этот Самири. Он создал некую вещь и преподнос им как их Господа. И в этих аятах священного Корана об этом говорится. Что он сказал, что это есть ваш Господь. Вот, поклоняйтесь ему. И вот этот народ, люди, которые окружали, которые были вокруг Муса, алейсалам, они стали многобожниками. Они стали мушриками. Почему мы здесь этим вопросом не задаемся? Почему мы не говорим, что, а что Мус, алейсалам, не разбирался, что ли? Вот он ушел на несколько дней, и тут же все его последователи стали многобожниками. Стали поклоняться идолу. Почему мы здесь этим вопросом не задаемся? Или же другие аят священного Корана также свидетельствуют о том, что при первой же возможности эти люди, именно эти люди, первый халиф Абубак, Румар и Усман, оставляли его связан с посланниками Аллаха, алейсалам, алейсалам. Вот одна из историй священного Корана. Это третья сура, 153 аят. В этом аяте повествуется о событиях битвы Угуд. Битвы Угуд. Когда эти люди убежали. Здесь говорится, Вспомни, когда они поднимались, они бежали вверх, на гору поднимались. Даже Атума Рабин Хаттаб передается, что он настолько умело бежал, что он уподобил свой бег, бегу горного козла. Он говорил, что я бежал, как горный козел. То есть, настолько мастерски он это делал. И в этом аят священного Корана говорится, что вспомните, когда вы поднимались, не обращая внимания ни на кого. То есть, они даже друг на друга не оборачивались. Они просто сломя голову бежали от страха. От страха они сломя голову бежали и даже не оборачивались друг на друга. В продолжении аята говорится, А посланник Аллаха был на поле битвы и звал их. Говорил, о рабы Аллаха, Я обяда Аллах, о рабы Аллаха, Звал их, о рабы Аллаха, вернитесь за сражение. Всевышний наградит вас раем. Его связанный посланник Аллаха говорил им, А они бежали, сломя голову. Вот представьте себе, Вот у вас есть друг, да? У вас есть друг. И вы идете с этим другом куда-то по улице, И вдруг на вас нападают. Нападает человек и начинает вас бить, избивать. А ваш друг берет и бежит. Да, мы здесь можем сказать, Вот как-то так, что это за друг такой? Ты не разбираешься в людях, что ли? Как ты можешь с таким человеком дружить, Который просто тебя оставил и убежал? Здесь мы можем сказать, А здесь не было таких отношений. То есть, пророк, салу Аллаху, Не строил отношения чисто на личных каких-то основах. На личностных каких-то основах. Он звал людей к религии, Он был наставником. Он звал их, Наставлял их, Вел к прямому пути. А насколько они были упрямы, Насколько они были трусливы, Насколько они были невежественны и так далее, И так далее. Это уже их выбор. Выбор их самих. Вы не можете сказать, Как это посланник Аллаха, Салаллаху, Али-И Саалам дружил с ними, Когда они были такими плохими. Так это же была не дружба. Это было другое, Это нечто другое. Да, с Алибином Абитальевым, Али-И Салалат Ва Саалам, Да, у них был братский союз. И здесь можно спросить, А как это посланник Аллаха, Салаллаху, Али-И Саалам заключил Братский союз с таким человеком? Али-И Саалам был бы таким же, Как и эти люди. Допустим, оставил бы пророка на поле битвы И убежал бы. Мы им этот вопрос могли бы задать. А тут есть пророк, посланник И его последователи. Разве мало примеров в истории, Когда последователи пророков и посланников Предавали пророков и посланников. И даже убивали пророков и посланников. Мало примеров? Вы из истории Мусы Какой урок берете? Какое назидание из истории с Мусой, Когда он покинул свое племя, И его племя, и его народ Стал поклоняться идолу? Какое назидание вы извлекаете Из этой истории, Из истории священного Корана? Или это для вас просто развлечение? История и некое сказание О предках Исключительно для развлечения. Должно же быть какое-то назидание Необходимо извлекать назидание из этого Уроки из этого. И далее Всевышний в следующем аяте Священного Корана То есть это 3 сура, 154 аят Предыдущий аят был 153 И далее здесь продолжается Говорится о людях, которые сражались в Ухуде И которые убежали Говорится, что Что они начали думать об Аллахе Неподобающим образом Начали думать так, как думают Люди времен невежества Люди, которые являются многобожниками Являются джахилами, невеждами И что это за размышления были? В аяте Священного Корана об этом говорится Говорится Они спрашивали друг у друга А что, мы разве правы? Мы разве на истине? То есть потерпев поражение В битве при Ухуде Убежав, оставив посланника Аллаха То есть подумайте Это же не просто их друг Это посланник Аллаха Это наместник Аллаха на земле Они оставили его и убежали Оставили религию Аллаха и убежали И потом спрашивают друг друга Почему они убежали? Потому что они потом спрашивают друг друга Разве мы на истине? То есть они засомневались в исламе Как только они столкнулись с мечами И с трудностями Как только враг начал их одолевать И истреблять И убивать Они тут же засомневались И начали спрашивать Это слова самого Всевышнего Они начали друг друга спрашивать А что, мы разве на истине? Если мы на истине То почему же нас убивают здесь? И далее Всевышний говорит Что вся истина принадлежит Аллаху Истина только с Аллахом И Всевышний говорит Что они скрывают внутри В душах своих То есть подвижники пророка Скрывают в душах своих В своих сердцах То, чего тебе не говорят О посланник Что они скрывают? Что они скрывают внутри? Они говорят, что Если бы мы были правы Если бы мы были на истине То не умирали бы на поле битвы Нас не убивали бы здесь Мы опутыли на гагуна Нас не убивали бы здесь И мой встречный вопрос Как такое происходит? Что посланник Аллаха Идет на войну На битву С людьми, которые Оставляют его и бегут Как такое происходит? Ответьте сами Люди, которые задают Вот эти вот нелепые вопросы Ответьте Как такое происходит? Разве посланник Аллаха Объясните самому себе Разве он не разбирался в людях? Почему он пошел на войну С сомневающимися И трусливыми людьми Которые при первой возможности Оставили и убежали? Как такое возможно? И даже более того В ваших сборниках хадисов В суннистских сборниках хадисов Говорится о том Что сподвижники После посланника Аллаха Салаллаху алейхи В саляма Кала Я риду Аля льхуд Риджалун Мин асхаби Что в судный день У водоема Ко мне придут Некие люди Из числа моих сподвижников Из числа моих сподвижников Мин асхаби Из моих сподвижников Но их будут отгонять Их будет гнать от водоема От райского водоема Их будут гнать Будет говорить Идите отсюда И посланник Аллаха Салаллаху алейхи Аля льхуд Говорит Я спрошу Я рабби Асхаби Это же мои сподвижники И тогда Всевышний ответ Посланнику Ты не знаешь Что они сделали После тебя Они вернулись Своему прошлому Ко временам джахили Они стали Джахилами Они стали теми Кем были до Прихода ислама Они вернулись назад Это Сахиха Аль-Бухари Это Сахиха Аль-Бухари Ясно Недвусмысленно В достовернейшем Сборнике Согласно Сунистскому Учению Сахиха Аль-Бухари Говорится Что Сподвижники Стали Вероотступниками Как такой вопрос Как такое Случилось Как такое Могло произойти Разве посланник Аллах Не разбирался В людях Почему он Себя окружил Такими людьми Которые После него Покинули Ислам И даже Более того В достовернейших Преданиях Говорится Что Сподвижники Покушались Пытались убить Его Святого Сахиха Аль-Бухари Именно Сподвижники Обращаю Ваше внимание Сподвижники Не кто-то другой А именно Сподвижники Это Сахих Мусли Хадис Под номером 2779 В этом Предании Говорится О том Что Фи Асхаби Исна Ашара Мунафига Посланник Аллах Салаллах Алейху Ассалам Сказал Что Среди Моих Сподвижников 12 Лицемеров 12 Лицемеров И Что это За 12 Лицемеров Здесь Имеется История Определенная Что За 12 Лицемеров И Если Мы Обратимся К Другим Сборникам В частности Обратимся К Муснаду Ахмада Этот же Хадис О 12 Лицемеров Среди Сподвижников Приведен Более Обширно Приведен Более Подробно И Там Говорится Что Речь Идет О 12 Лицемеров Среди Сподвижников Конечно Сами Сунистские Ученые Говорят Что Этих Лицемеров Было Намного Больше Чем 12 Почему В хадисе Говорится 12 Да потому Что В этом Хадисе Говорится О тех Людях Которые Покушались На посланника Аллаха Салаллах Алейхи Возвращался Возвращался С битвы При Табуке Возвращался С битвы При Табуке А на битву При Табуке Лицемеры Не ушли Известные Лицемеры Не ушли Они Остались В Медине Они Не присоединились К посланнику Аллах Салаллах Алейхи Валюсалям Этот момент Тоже Надо Учитывать Это Очень Важный Момент Так Вот Муснады Ахмады Очень Подробно Описывается Что Аммар Который Был Свидетелем Этого Покушения Аммар Абин Ясир Говорит Я свидетелью Что Эти 12 Человек Были Врагами Аммар Абин Ясир И Хузейф Которые Были Свидетелями Этого Покушения Они Узнали Этих Людей Но посланник Аллах Салаллах Алейхи Валюсалям Запретил Им Рассказывать И Говорить Их Имена Кто Это Такие И Этот Хадис Который Приведен Эта Цепочка Передатчиков Которая Имеется В Мусанаде Ахмада Хейсами Маджма Завайт Говорит Что Риджал Ху Тикат Что Все Передатчики Являются Надежными Поэтому Что Мы Из Этого Обнаруживаем Что Среди Людей Которые Окружали Посланника Аллаха Салаллах Алейхи Были Люди Которые Потом Стали Вероступниками Были Люди Которые Бежали С полей Битвы Были Люди Которые Сомневались В Исламе Которые Сомневались В своей Истинности В истинности Ислама Были Люди Которые Враждовались Посланником Аллаха Настолько Что Даже Покушались На его Жизнь И это При том Что Это Были Ближайшие Сподвижники Почему Потому Что Опять Таки Напоминаю И Повторяюсь В битве При Табуке Были Только 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 И только Ближайшие Сподвижники Вот эти Лицемеры Они Остались В Медине Они Не пошли На Табук А это Событие Произошло При переходе Через Перевал По возвращению Из битвы При Табуке Каков Наш ответ Короткий Ответ В том Что Посланник Аллаха Так же Как и Другие Посланники Другие Пророки Другие Наместники Не Выбирали Людей Которые За ними Последуют Не было Такой Сортировки Что Вот Ты Хороший Ты Последуй За мной А ты Нехороший Ты Нет Ты Не Следуй За мной Ты Иди Где Небудь Там Чем Небудь Занимайся Сам Не Было Такого Любой Кто Хотел Просоединиться К посланнику Аллаха Быть Близким К нему Получать У него Знания Совершенствоваться Вместе С ним Посланник Аллаха С Милостью Для Миров Этот Человек Посланник Аллаха С Является Милостью Для Миров Он Милость И Милосердие Для Миров Он Естественно Не мог Им Отказать Что Вот Ты Плохой Иди Там